Власть Узбекистана устраивает промывание мозгов известной правозащитницей Елене Урлаевой. Сценарий обычен и банален. Представители местной Фемиды объявили ей недееспособной и опасной для общества. В начале мая Урлаевой прописали сильнодействующие психотропные лекарства. Гражданская активистка, уже несколько лет находящаяся на принудительном лечении, утверждает, что таким образом чиновники пытаются воспрепятствовать ее деятельности. По словам правозащитницы, предписанные лекарства наносят большой вред ее здоровью. В случае отказа от приема таблеток активистку грозят упрятать в психиатрическую больницу. Урлаева была вынуждена обратиться с просьбой о помощи к международным организациям. С 2006 года я нахожусь на принудительном лечении. И вот последний раз я выступила с заявлением в международной организации о том, что мне назначили уже уколы. Это сильный действующий укол Мадетен-Депо. Мне его назначили один раз в месяц. Это все мешает нашей работе. Вот видите, у нас здесь горячая линия, но я не могу так работать в полную силу. У меня начались депрессии. Несмотря на действия психотропных препаратов, Елена Урлаева продолжает свою работу. В ее квартире расположился офис организации. Тут находится горячая линия, и здесь же хранятся плакаты от проведенных ею пикетов в защиту находящихся в тюрьме соратников. К Елене Михайловне ежедневно приходят ташкентские правозащитники. Вместе они обсуждают обращение людей, ущемленных в правах. В последнее время ташкентские активисты думают над тем, как спасти своего соратника от рук властей. Шухрат Рустамов на днях разослал жалобы на неправомерные действия психиатров, министру здравоохранения, генеральному прокурору республики, а также в районный суд. По конституции запрещено проводить или лечение принудительно, не имеет права никто. Она не хочет получать эти уколы, а ей угрожает, если вы не будете получать, мы вас опять вложим в больницу. Это было направлено, чтобы прекратить ее деятельность в области правозащиты. Им дает такие права, это наше руководство, управление государством. Нынче сейчас вот эти правозащитные органы, должностные лица, они те, которые должны бороться против коррупции, против нарушения законов, они наоборот переквалифицировались и борются против правозащитников. Если начнете копать этот вопрос, конечно, нить доведет вас до больших чиновников. Поздоровайся со всеми. Здравствуйте. Это Мухаммад наш, тоже юный пиклетчик. В феврале этого года Елена Урлаева была помещена в психиатрическую больницу. Ее начала преследовать сонливость. Близкие правозащитницы утверждали, что ее чем-то опоили. Позже один из соратников Елены узнал от своих источников в правоохранительных органах, что Урлаевы специально подсыпали препараты. Но информация о злоумышленной травле пока не подтверждена. Многих в Узбекистане удивляет тот факт, что в последние годы правозащитники все чаще заболевают загадочными недугами, вследствие чего теряют дееспособность. Но данный факт пока что не привлек должного внимания авторитетных организаций. Редактор субтитров А.Семкин